Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленской атомной электростанции в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Спасибо вам за доброту и сердце, чуткое отношение к мне. Атомщики поздравили медицинских работников с профессиональным праздником. Здорово, что все это развивается в нашем городе, что нас в этом поддерживают. Открытый чемпионат Десногорска по гребле на лодках «Дракон». На планном совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 28 энергоблоков, в ремонте 8 энергоблоков. Суммарная мощность по концерну 21 581 мегаватт. Суммарная выработка 95 374 миллиона киловатт-часов. Что соответствует 102% от задания ФАС. О техническом состоянии Смоленская АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе блок номер 3, нагрузка 996. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 17 дней июня составила 754 миллиона киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 8,1 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В преддверии профессионального праздника более 40 сотрудников медсанчасти номер 135 за многолетний добросовестный и ответственный труд отмечены ведомственными, областными, муниципальными наградами, благодарностями директора и профсоюза Смоленской АЭС, администрации Десногорска. На торжественной встрече в их адрес звучали поздравления от руководства атомной станции, города, депутатов областной думы и горсовета. В медико-санитарной части города трудятся настоящие профессионалы, готовы по первому зову оказать квалифицированную помощь всем, кто в ней нуждается. Вы успешно применяете современные технологии диагностики и лечения пациентов. Ведете активную профилактическую работу, постоянно повышаете свой профессиональный уровень. Спасибо вам за доброту и сердце, чуткое отношение к людям. Как отметил начальник МСЧ-135 Алексей Азаренков, за последнее время медико-санитарная часть претерпела позитивные изменения. Работа коллектива стала более стабильной. Большим подспорьем в работе медсанчасти стало участие нашего учреждения в проекте «Бережливая поликлиника», где при тесном взаимодействии со Смоленской атомной станцией нам удалось реализовать ряд проектов, связанные с записью на прием к врачу, связанные с работой узких специалистов. Удалось обновить наше учреждение лабораторным оборудованием, информационными системами. Надеемся, что в будущем периоде вся эта работа продолжится. В настоящее время многое меняется, что и в медицине, и многое меняется в здравоохранении. И непосредственно в нашей медсанчасти тот же проект «Бережливая поликлиника» вдохнул новую жизнь. И не только в поликлинику, но и в целом всю медсанчасть. Изменился облик регистратуры, изменяются облики кабинетов по забору крови, меняется клиника-диагностическая лаборатория, поступает новое оборудование. Мы начинаем работать в новой медицинско-информационной системе. Мы стремимся работать быстрее, лучше, чтобы помощь наша была доступней и более квалифицированной. 6 июня состоялся открытый чемпионат Десногорска по гребле на луках «Дракон», посвященный Дню России. За лидерство боролись более 150 спортсменов, представлявших предприятия города, а также гости из Москвы и Московской области. Седьмой год мы проводим нашу регату. Седьмое число, семейное число, это большая дружная семья. Большую дружную семью поздравляем сначала наших традиционных соревнований. Что хотелось бы отметить. Вот каждый год я смотрю, в прошлом году, в этом году у нас все меньше-меньше места становится в ходе. То есть это говорит о том, что расширяется направление, больше участников, больше интереса, правильнее к этому виду спорта. И это здорово, это правильно. Соревнования проводились на дистанциях 500 и 2000 метров у мужских экипажей, 500 и 1000 метров у женских экипажей, а также в миксах на 500 метров и 2000 метров. Среди мужских команд лидером стала команда «Атом», которая готовится к участию в двух крупнейших профессиональных чемпионатах. Уже в июле выступит на открытом чемпионате Европы в Москве, а затем отправится покорять Испанию. Два серебра достались мужской команде «Десна» «Смоленская С», две бронзы в команде «Дельфин» из Пушкина Московской области. Среди женских экипажей победу на двух дистанциях одержала команда «Дельфин». В пятисотке вторыми к финишу пришли «ЭЦМ» и «Московский дракон». В дистанции на 1000 метров «Московский дракон» обошел «ЭЦМ» и занял второе место. В миксах первое место у команд «Пион» и «Люпин», второе место у «Дельфина» и «Пиона», третье место у «Московского дракона». Как обычно, в самых восторженных тонах ребята работают просто идеально, набираются опытом от года к году. И без сучка, без задоринки еще появилось две новые лодки, насколько я знаю. То есть с инвентарем вообще никаких проблем нет. Есть раздевалки, есть вода, есть туалет. Все, что нужно для проведения соревнований. Но самое главное, у вас шикарная акватория. Победители и призеры первенства отмечены грамотами, медалями, кубками и призами от администрации профсоюза Смоленской АЭС. Получили массу приятных эмоций, погонялись с очень хорошими людьми. Сегодня мы были лидерами. Мы, скажем так, на пике. Сейчас у нас такой пик формы. Мы потому что набираем плавно и готовимся к основным мероприятиям этого года. Будем бороться. Самое главное – идти к своей цели и добиваться хороших результатов. Я уже четвертый год принимаю в этом участие. И на самом деле, вы знаете, очень здорово, когда Десногорское водохранилище в очередной раз собрало любителей этого вида спорта. Греблей на лодках класса «Дракон» занимается не каждый. И большинство, наверное, городов нашей необъятной родины могут похвастаться различными водными просторами. Но далеко не каждый может похвастаться вот таким арсеналом команд, которые любят данный вид спорта. Здорово, что все это развивается в нашем городе, что нас в этом поддерживают. И наша администрация, и наша атомная станция есть возможность абсолютно бесплатно заниматься тем, чем ты любишь, то, что тебе нравится. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. С важными событиями жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленск АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok